Жители Африки, расскажите о самых больших заблуждениях, которые вы слышали о своей стране. Я переехал в Кению, когда учился в четвертом классе, а в восьмом классе переехал в США. Американцы были удивлены, что я знаю, что такое пицца. Меня также спрашивали, жил ли я в Кении в шалаше на дереве. Одноклассники задавали этот вопрос вполне искренне, хотя я учился в одной из лучших государственных школ штата. И нет, Африка это не страна. Я живу в ЮАР, и когда я впервые прилетел в Америку, а если быть точнее в Лос-Анджелес, то один из первых вопросов, которые мне все задавали, был о том, пробовал ли я когда-либо пиццу. ЮАР стала первой страной, где успешно провели операцию по пересадке сердца. У нас когда-то было ядерное оружие, и конечно же, у нас есть сеть пиццерий Пицца Хат, а также множество других сетей на протяжении уже нескольких десятилетий. Я тоже из ЮАР. Когда я объясняю людям, что у нас производили ядерное оружие, мне в шоке отвечают. Я думал, в Южной Африке сплошная пустыня и беднота. В Африке есть много дождевых лесов, даже может идти снег. Я из Нигерии. Слишком много таких заблуждений для одного поста, поэтому коснусь лишь одного. Боко Харам, радикальная исламистская организация, появился совсем недавно. Нигерия разделена по племенному и религиозному принципу. Большинство христиан живет на юге, а большинство мусульман на севере. Время от времени между ними возникают распри, проявления нетерпимости и открытые столкновения, но большую часть времени все просто живут бок о бок. Боко Харам возник примерно в 2002 году. До этого мы видели взрывы и теракты, осуществляемые исламскими экстремистами только по телевизору. Могу сказать это как человек, который вырос в Нигерии и прожил там 20 лет. Жители Нигерии ходят на работу, в школу, в кинотеатры, празднуют дни рождения, отдыхают на пляже, женятся, общаются в снэпчат, постят фото в инстаграм, ходят на педикюр, ведут нормальный образ жизни. Но единственной темой для новостных роликов про Нигерию является Боко Харам. Слышала эту историю от кенийской подруги и ее американского мужа. Многие христианские миссионеры стремятся отправиться в Кению, чтобы обратить кенийцев в христианскую веру. И одна из их любимых тактик по завоеванию доверия населения заключается в том, чтобы привезти с собой в подарок что-то из американской кухни. Часто выбор падает на арахисовое масло. По прибытии в Кению они очень удивились, что полки продуктовых магазинов завалены арахисовым маслом точно так же, как и в США. Я из Судана. Мы не добываем пищу охотой, мы покупаем ее в торговых центрах и супермаркетах. Понимаю, что это звучит глупо, но удивительно большое количество людей так считают. Есть такое понятие, которое называется порно-нищета. По сути, это куча правдоподобных фотографий различных прозябающих в нищете районов Африки, на которые без слез не глянешь, и все это сопровождается грустной музыкой. В общем, полный набор. Такую фигню создают для того, чтобы сподвигнуть американцев на пожертвования в различные благотворительные фонды. Этот очень эффективный способ приносит много денег. В результате подобные сюжеты создаются снова и снова. Но в результате у многих создаются искаженные представления о жизни в Африке. Нас также учили в школах о том, как колониальная система разрушила Африку, породив нищету и разруху. Конечно же, все это правда, но в основном это единственное, что мы узнаем об Африке. Кроме Египта. В результате у многих людей очень наивные представления об Африке. Я живу в Найроби, что в Кении, и когда я недавно вернулась в Европу и встретилась с друзьями, они закидали меня вопросами типа, «Каково это жить без Wi-Fi?» и «Как вы вообще добирались до школы?» Это очень глупые вопросы. Люди не понимают, что жизнь там не отличается от жизни в Европе так радикально. Общего больше, чем различий. PS, а когда я сказала им, что там есть KFC, они мне просто не поверили. Я из Кении, и все удивляются тому, что я бегло говорю на английском. А когда я объясняю, что фактически всю жизнь говорю на этом языке, наряду с суахили, их глаза лезут на лоб. Я узнал от одноклассника, который родом из Нигерии, что большинство африканцев, особенно молодежь, неплохо говорят на английском или французском. Они их изучают не столько для того, чтобы путешествовать или учиться за рубежом, но скорее потому, что там существует очень много местных языков, и порой даже жители соседнего города говорят на другом языке. Поэтому нужен какой-то общий язык. Поначалу я был шокирован, но уже через полторы секунды подумал, «Впрочем, это вполне логично». Во-первых, 90% людей, с которыми я пересекаюсь, никогда прежде не слышали о моей стране. Я из Буркина-Фасо, но живу в США, и это нисколько не облегчает мою жизнь. Поэтому я стараюсь не отвечать на вопросы типа «Откуда ты родом?», потому что мой ответ сбивает их с толку. Затем мне всегда приходится добавлять «Ничего страшного, это крошечная страна, которая граничит с Ганной». Вы слышали о такой стране? В конце концов, мы переходим на более легкие темы. Те же, кто уже что-то слышали о Буркина-Фасо, обычно полны разных заблуждений. Они знают, что это небогатая страна, но для того, чтобы знать об особенностях жизни в Буркина-Фасо, нужно как минимум быть хорошо знакомым с Африкой. С другой стороны, мне на самом деле приходится отвечать на вопросы из разряда «У вас по улицам бегают зебры? Вы всё ещё живёте в хижинах? А как вы добрались до Америки?» «У вас там, наверное, война идёт?» Для справки ответы. Первое – нет. Второе – нет. Третье – прилетел на самолёте. Четвёртое – нет. Когда моя сестра переехала из Зимбабве в Великобританию, многие подумали, что она из очень богатой семьи или даже из королевской, потому что в разговорах она упоминала о слугах. Многие не знают, что в южной части Африки у многих есть слуги и садовники. Честно говоря, для меня, канадки, было настоящим культурным шоком узнать об этом во время путешествий по Африке. У людей там, которые у нас относятся к среднему классу, врачей, адвокатов, профессоров, университетов, менеджеров – у всех есть прислуга в домах. Тогда как в Канаде даже мультимиллионеров могут счесть странными, если они наймут прислугу. Я марокканец, и европейцы до сих пор думают, что мы живём в пустынях и передвигаемся на верблюдах. У нас есть оптоволокно, 4G, Netflix, кинотеатры с IMAX-залами и верблюды тоже, естественно. Я живу в Тунисе. Нет, это не страна террористов, и никогда ею не была. На самом деле, жители Туниса довольно либеральны, и не считая центральных и западных районов страны, люди ведут скорее европейский образ жизни, чем арабский. Чёрт побери, Тунис входит в топ-10 стран планеты по потреблению спиртного. В прошлом году был принят революционный закон о защите прав женщин, из-за которого многие ближневосточные страны до сих пор ругают нас. У нас есть радиостанция, поддерживающая представителей ЛГБТ. Пусть и медленно, но многое в нашей стране меняется. К сожалению, после революции многие представители экстремистских организаций покинули страну, чтобы распространять терроризм в других странах. К сожалению, в нашей стране сейчас тяжёлый экономический кризис. Политики пытаются на бегу обучаться демократическим принципам, но недостаточно быстро, чтобы принять эффективные меры. Наша страна переживает кризис личности. Мы больше не знаем, кем себя считать – африканцами, средиземноморцами или арабами. В результате мы как белые вороны, из-за чего почти вся молодёжь стремится эмигрировать. Живу сейчас в Западной Африке. Здесь нет голодающих и умирающих с голода детей. В стране, где я живу, избыток веса на самом деле является серьёзной проблемой многих людей. До того, как я переехал сюда, мне говорили, что большинство населения – мусульмане, но это не так. Хоть это и одна из самых бедных стран мира, многие ведут более или менее европейский образ жизни. У многих есть слуги, няни, повара и садовники. Вот как проходит типичный разговор с американцем. Собеседник. Откуда вы родом? Из Англии или Австралии? Я. Вообще-то я из Южной Африки. Из Южной Африки? Но почему вы не чёрный? Первый вопрос. Каждый раз. Я. По той же причине, что и вы не индиец. А у вас там есть машина? Вы когда-нибудь слышали об электричестве? Вы ездили на зебре? Вы добываете пищу охотой? Вы знаете, что такое фейсбук? Вы сами шьёте себе одежду? Список таких вопросов можно продолжать ещё очень долго. Когда мне надоедает на них отвечать, я просто начинаю прикалываться, чтобы посмотреть, как далеко это может зайти. Вот пример такого разговора, который у меня состоялся как-то раз. Собеседник. А почему вы не чёрный? Я. Наша страна переживает проблему с озоновым слоем, из-за которой цвет кожи жителей меняется. Родители моих родителей были чернокожими, кожа моих родителей уже светлее, а я вообще родился со светлой кожей. Ах, да, я слышал об этом. У вас там есть компьютеры? Есть розетки, чтобы их включать? Я. Да, у нас в саду стоит генератор, прикреплённый к огромному колесу, внутри которого бегает мой ручной лев Фредди. Он крутит колесо, вырабатывая электричество. Круто! А он когда-нибудь нападал на вас? Бывало, когда я забывал его покормить. Но я просто бью его палкой, и он отстаёт от меня. Вы так хорошо говорите по-английски, как вы выучили его? В прошлом году я купил книгу и начал изучать по ней, но это очень тяжело. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу прочитать газету на английском. Всю жизнь об этом мечтаю. И так далее. Кенеец. Живу в Швеции. Первое. Глиняные хижины. Нет, не все в Кении в них живут. Среди моих знакомых никто не живёт в хижине. Второе. Тигры, львы и прочие дикие животные повсюду. Я помню, что когда я был маленьким, диких животных было больше, но даже тогда по дороге в школу я не встречал ни слонов, ни других животных. Тигры вообще родом не из Африки. Третье. Почему-то очень многие думают, что мы переезжаем в Европу, спасаясь от войны. Нет, в Африке на самом деле больше денег, чем в Европе. Четвёртое. Государственный язык Кении – суахили. Кенийского языка не существует. Француз. Живу в Мозамбике. Даже несмотря на то, что люди здесь в основном бедны по европейским меркам, прожиточный минимум 70 евро в месяц, многим платят даже меньше и в конвертах. Их нельзя назвать голодными и несчастными. Горожане живут нормальной жизнью. Покупают дешёвые смартфоны, ездят на общественном транспорте, покупают еду в магазинах. Наибольшее отличие, как мне кажется, заключается в условиях жизни сельских жителей. Они засеивают поля и держат скотину, но в их домах из мебели обычно лишь 2-3 пластмассовых стула. Они едят и спят на полу у своих крохотных домов. Я родом из Танзании, но вырос в Штатах. Мне кажется, многие имеют неверные представления о племенах. В частности, относительно их численности. Я из племени Хайя, мама из племени Букоба. Но наше племя насчитывает около 1,3 миллиона представителей. И это лишь одно из 130 племён Танзании. Думаю, теперь вам должно быть понятно, почему разногласия между племенами могут стать серьёзной проблемой. Это не пара тысяч человек, которые ненавидят другую группу из пары тысяч человек. Речь может идти о миллионах. А ещё люди иногда спрашивают, «Как? Вы ещё относите себя к своему племени?» Будто если я не живу в лесу, то я больше не принадлежу к своему племени. Многие думают, что Ваканда на самом деле существует. Думаю, в защиту таких людей можно сказать, что обычно действия фильмов Marvel происходят в реальных местах типа Нью-Йорка. Поэтому, когда они сняли фильм про Ваканду, некоторые люди подумали, что она тоже существует. Надеюсь, в конце концов, все поймут, что это не так. Я из Камеруна и живу в Канаде. Помню, как на первом курсе инженерного университета Одногруппница спросила меня, «Видела ли я когда-нибудь живого льва?» Я ответила, «Да, в зоопарке, б***ь, видела, как и все». Я из Сомали, и больше всего меня бесят два заблуждения. Первое. Из-за проблемы пиратства многие представляют себе Сомали, как остров Тартугу из «Пиратов Карибского моря». Второе. Что жить там опасно. Гражданская война и теракты повсюду. Но это не так. Реальная ситуация намного сложнее и запутаннее, чем упрощённая картина из новостных передач. Я из Нигерии, учусь в колледже в США. Люди очень удивляются, когда я говорю, что увлекаюсь компьютерными играми с 2003 года. PS2 и PCP были очень популярны в Нигерии, ещё когда я был маленьким. В парикмахерских пацаны часто играли в Pro Evolution Soccer, пока их стригли. Также был очень развит рынок пиратских игр. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!